Нацпарки — это новые точки роста, отечественные турсферы. В республике намерены всесторонне развивать их. Первыми в очереди Чарын и Алтын-Эмель. Уже в ближайшие два года там могут появиться визит-центры, наулы, эко-отели, площадки для кемпинга, глэмпинга и смотровые площадки. На эти цели было привлечено около 10 миллиардов тенге инвестиций. Об этом сообщила представитель, ответственный за реализацию проектов компании, Казак-Джиографи Аида Табелинова. При этом инфраструктуру нацпарков, по ее словам, будут развивать в первую очередь с акцентом на историческое наследие края. Национальные парки — это не просто красивая природа, а прежде всего, например, Алтын-Эмель. Это то место, где последние годы свои провел Шуханов-Алиханов. Также Алтын-Эмель — это целое поприще историко-культурных объектов, потому что там находятся курганы Бешатар. Поэтому это целая лаборатория научно-исследовательских проектов не только в области биоразнообразия, но и историко-культурных, и эколого-просветительских работ. Пока проекты находятся на стадии разработки, сначала, отмечают представители Казак-Джиографи, необходимо провести комплексную работу с учетом экспертных мнений ряда специалистов — геологов, геоморфологов, гидрологов, биологов, зоологов, ботаников и сейсмологов. Только после прохождения всех процедур и получения разрешения на строительство будет начато строительство. Поэтому, безусловно, начиная от предварительной оценки в одессе на окружающую среду, расчета рекреационных нагрузок, проведения общественных слушаний до разработки образовательных, экологических, картографических проектов, которые позволят сохранить объекты природного и культурного наследия национального парка. К слову, сейчас Алтын, Эмель и Чарын ежегодно посещают около 20 тысяч человек в год. Ожидается, что реализация проектов в разы увеличит поток туристов в этих краях, как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Редактор субтитров А.Семкин